Всем привет! Сегодня мы сделаем жука, шапку из шариков. Мы можем сделать разного вида жуков, используя разного цвета шарики. Накачайте фиолетовый шарик, оставляя примерно 2-3 см хвостик. Из этого шарика я сделаю простейшую, втрое сложенную шапку с двумя пузырями для глаз. Оберните шарик вокруг вашей головы, чтобы измерить размер шапки. Сделайте первый пузырь половину длины размера шапки. Теперь я сделаю два пузыря для глаз. Сделайте второй мягкий, примерно 7-8 см длины пузырь. Замкните оба конца второго пузыря в один замок. Сделайте третий мягкий пузырь такого же размера, как и второй пузырь, примерно 7-8 см длины. Замкните оба конца третьего пузыря в один замок. Второй и третий пузыри должны быть одинакового размера. Итак, мы сделали глазные пузыри. Теперь сделаем четвертый пузырь такого же размера как и первый пузырь. Замыкаем оба конца цепочки из первых четырех пузырей в один замок. Оставшаяся часть шарика это пятый пузырь, который должен быть примерно такой же длины как и первый пузырь. Нам нужно замкнуть оба конца цепочки из последних двух пузырей в один замок. Для моего удобства я сделал маленький пузырь размером с ноготок на самом конце шарика и закрепил этот маленький пузырь между пузырями глаз. Таким образом мы сделали простую втрое сложенную шапку с двумя глазными пузырями. Если у вас на конце шарика остался большего размера шестой пузырь, то его можно использовать как есть в качестве рта. Верхнюю часть нашей шапки я сделаю из двух оранжевого цвета шариков. Накачайте оба шарика, оставляя примерно 16-17 сантиметровой длины хвостики. Раздутую часть оранжевых шариков я сделал примерно на 5 сантиметров длиннее чем первый фиолетовый пузырь. Привязываем сопла оранжевых шариков к задней части нашей шляпы. Мне кажется шляпа будет выглядеть лучше если мы сделаем оранжевые пузыри немного длиннее. Именно поэтому я придавил слегка оранжевый шарик, чтобы удлинить оранжевый пузырь немного. Сделайте второй примерно 3 сантиметровый длинный пузырь на конце оранжевого шарика и замыкаем его свободный конец между фиолетовыми пузырями глаз. Работаем оба оранжевых шарика совершенно одинаково, делая пузыри одинакового размера. В общем-то мы уже сделали шапку жук. Остатки оранжевых шариков можно оставить как есть, использовать их в качестве антенок. А можно перекачать вторые оранжевые пузыри в самый конец оранжевых шариков. Таким образом мы сделаем антенки немного смешнее. Как вы наверное помните в одной из ранее опубликованных инструкциях мы делали уже с вами шапку жука из двух шариков. Простейшую шапку жук из двух шариков. Ну а вот в данном примере мы в общем-то совместили две простые шапки в одну более сложную. Мы совместили в данном примере простейшую шапку жука из двух шариков с простейшей в трое сложенной шапкой из одного шарика. Глаза нашему жуку я нарисую белой корректирующей жидкостью. Как я уже говорил в начале этого видео мы можем использовать разного цвета шарики, чтобы сделать разного вида жуков. Например мы можем сделать божью коровку используя красного и черного цвета шарики. А вы знаете я для примера возьму и нарисую нестираемым черным маркером пятнышки на оранжевых шариках. Таким образом эта скульптура станет похожей на божью коровку. Приближается праздник хэллоуин. Аналогичным образом мы можем сделать шапки жуков, всевозможных кровососов, используя расцветки подходящие для хэллоуин. В данном примере из одного фиолетового шарика мы сделали основу шапки и пузыри глаз. Из-за этого шапка получается среднего или маленького размера. Для того чтобы сделать шапку большего размера соответственно нужно делать пузыри глаз из другого шарика. А вот еще один пример шапки жука. Эту шапку я сделал использую один фиолетовый и два красных шарика. В этом примере я добавил маленький красный пузырь в качестве рта. Ну и в конце я хочу вам просто показать как эта шапка выглядит на мне. Как видите на мне надета шапка божья коровка вампир. Основание и рот я сделал из одного фиолетового шарика. Пузыри глаз я сделал из одного белого шарика. Крылушки я сделал из одного красного шарика. И антенны я сделал из одного желтого шарика. Аналогичным образом мы можем сделать огромное количество разных жуков. Подписывайтесь на мой видеоканал, комментируйте, кликайте лайк. Веселых вам выкрутесов! Субтитры сделал DimaTorzok